Трям подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня я снимаю о предневном свете. Сегодня я бы хотела поговорить с... Угадайте, о ком? Об Игоре Синяке! Я знаю, сколько вокруг него было хейта, по-моему, с 2014 года, но это персонаж, о котором стоит поговорить в рубрике «Кое-что хорошее о». Потому что на самом деле он, как ни странно, нужен русскому ютубу. Почему? А всё потому, что он, как это ни странно звучит, просто великолепно красится. Серьёзно, ребят, вы видели его брови? У него идеальные брови. Я бы даже сказала, не каждая девушка может так накраситься. А я уж тем более. Несмотря на то, что было много поднятых тем о его ориентации, о его весе, о том, что он как-то неуважительно общается с людьми, с подписчиками, чтобы пропиариться, изначально всех поливал грязью, а потом он лицемерил. Я не хочу это брать в расчёт, потому что лично я не знакома с этим человеком, и я не имею права, как бы, говорить, что этот человек плохой. Я лишь могу сказать о том, что в нём есть хорошего, потому что это хорошее я более-менее видела. То есть, итак, первое — это макияж. В большинстве своём я, например, смотрю синяка только из-за того, что он делает классные макияжи. Ну, то есть, он обучает краситься. Я не знаю, как так выходит, что мужчина, на самом деле, во многих вещах гораздо лучше, чем женщина. И это можно сказать даже о макияже. Несмотря на то, что он может обрать какие-то идеи у зарубежных блогеров подобного плана, воплощение этой идеи у него просто отличное. Плюс ещё есть один нюанс, который, ну, вот немножечко, как бы, его ещё приподнимает. Это то, что он выпустил помаду, которую, как он говорит, разрабатывал два года. Но отзывы о ней весьма хорошие. Говорят, что она стойкая, что она приятная на губах, что у неё приятный запах. А что ещё надо, в принципе, в помаде? Давайте представим, что, как нам преподносят из некоторых источников, это не его разработки, а просто взяли его лейбл, наклеили на помаду и выпустили в тираж под эгидой синяка. Ну и что? Зато посмотрите, была какая-то помада, суперкрутая, но о ней мало кто знал, её никто не покупал. Хотя, я думаю, те, кто её покупали, были в восторге. И синяк просто позволил этой помаде, грубо говоря, увидеть белый свет. То есть он её распиарил, он познакомил с этой помадой множество людей, и она им понравилась. То есть это всё равно хорошо. Если продукт хороший, то, мне кажется, не особо важно, к кому он попадёт, чтобы о нём узнали другие люди. И поэтому я думаю, что эта тема не особо должна вызывать негатив. Многие люди, многие блогеры делают вещи и похуже ради того, чтобы распиариться. Зачем это всё? То есть мы получаем то, что синяк сделал, в принципе, хорошее дело. Давайте посмотрим чуть ранее на синяка, то есть когда он ещё не был таким популярным, и у него не было паблика ВПШ. Сколько хейта он выдержал в свой адрес? А его, по-моему, даже как-то раз ловил тесак. Из видео Draw My Life мы, в принципе, в целом узнаём историю о нём. И, честно говоря, эта история симпатизирует многим, в принципе, даже мне. Потому что Игорь был каким-то, таким, скажем, изгоем общества. С ним мало кто дружил. Но он всё равно, он смог, он прогрыз себе путь. В прямом смысле, как бы, потом и кровью. И смог сделать так, что его стали смотреть, что он стал популярным. И, в принципе, более-менее воплотил свою мечту. А разве это плохо? Многие люди, которые сейчас популярны, и которых мы знаем, прошли очень тяжёлый путь по жизни. Некоторые были изгоями. Некоторые, да блин, по-моему, по-моему, вообще почти все были изгоями. А знаете, почему они такими стали? Потому что они боролись за своё. Они следовали за мечтой. Они делали не то, что им говорят, а то, что они сами хотели. И поэтому они смогли. Хотя многим, очень многим нужна была поддержка со стороны. Как говорится, дай человеку поддержку, и он свернёт горы. Но наплюй на его интересы, и ты ничего не получишь взамен. И я надеюсь, что вы не испытываете прям такого жуткого хейта к Игорю Синяку. Потому что моя основная мысль этой рубрики, это научиться смотреть на людей с хорошей стороны. Есть, конечно, и плохие их стороны. Но если можно смотреть на людей с хорошей стороны, то зачем угнетать себя какими-то плохими мыслями о них? Тем более, если они косвенно не присутствуют в вашей жизни. Ну, то есть они вам не мешают, они вам не вредят. Я думаю, остальную информацию, которую я не высказала, я напишу в комментарии. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Если вы хотите больше таких видео, или вы развернёте описание, пролистайте чуть пониже, и увидите, чем я ещё занимаюсь, и вам это понравится, вы можете подписаться на канал, задать в комментарии на Ютубе, естественно. Вконтакте я их просто не найду. Задать в комментарии какие-то вопросы, которые у вас возникали. Вы можете их задать на АСКФМ, если вы хотите анонимности. Я надеюсь, у вас в жизни будет всё хорошо. Вы не будете испытывать негатива, который, как известно, съедает человека просто изнутри. Вы будете добры к миру, мир будет добр к вам. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.